Ты стоишь, вот он, вот он, ну прям вот он стоит, вот она, тук, вот, ты ее будешь провоцировать. А потом уже, да? Да, вот именно не прямой и не снизу, а просто вот прям между рук туда прям кружка, тук, вот он прям. Раз, все, он сам на нее идет. Ну да, где-то так не заходит. Конечно. Вот живот, живот. Ты где-то вот здесь даже вот где-то такой раз, шлепок такой кинул. Вот так, ну как бы, раз сюда, прямой, в такой полуснизу, вот сюда. Да, а он все это, все это начинает, да, прикрывать, прикрывать, вот она, да. Можно стрелять? Да. Давай, тоже самое, блядь. На мешке, да? Упперкар! Скретным баром, да? Да, ничего. Ничего секретного, на самом деле мы с Юричем увидели, как капитан сборной нашей Андрей Самковой, вместе со своим тренером отрабатывали этот удар. Немного позаимствовали, вот, потому что, вот, как говорят, кружкой бей. Очень, ну, очень получается, вот, к этому не все готовы, это непривычный удар, на мой взгляд. Вот, и когда я с Андрюхой стоял и пропустил удар, и я такой сразу же галочку себе поставил, надо попробовать, поэтому нарабатывай. А что за удары? Можно у вас? Ну, любой удар, либо с передней, мы привыкли наносить удар, в основном, вот так, да, кулак сберет. Иногда, из-за того, что руки у виска, надо наносить удар именно непосредственно вот этой частью. Он не разрушающий, ничего. Это просто для того, чтобы открыть, разозлить соперника, спровоцировать. То есть, в основном, это просто удар вот кружкой в область носа. Ничего такого. Ну, это как встречный удар или удар? Не обязательно встречный. Это, этим можно начать атаку, спровоцировать атаку. То есть, это может быть и навстречу, и ответно. В основном, как мы уклоняемся, человек знает примерно радиус удара, да, а к этому он не готов. Все равно тут мы оставляем пространство для носа, чтобы вдохнуть. А вот тут именно кулак зайдет именно в то место, куда мы и планируем его донести. Два нырка в конце. На, ки ножки. Ножки начали. А? А? Вот так, да. Допустим, вот провоцируем, провоцируем. Конечно, тут надо аккуратно, на самом деле, с этим. Бывают моменты, где чуть-чуть довернулась рука и может на изгибе травмировать руку. Поэтому надо четко и, самое главное, целенаправленно носить удар. То есть, мы их подготавливаем, подготавливаем. И вот этим ударом просто провоцируем соперника, как ударом в ружье. Его можно носить не только в нос, на самом деле. Очень хорошо он проходит в область солнечного сплетения. То есть, мы там готовим, готовим удар. Так, иногда он может не пройти, или он может задеться локтем. А тут он проходит четко. В область солнечного сплетения не нужен обязательно жесткий удар. Иногда надо носить слабый, но он свое дело сделает. Когда ты стоишь даже в одинаковых стойках, то есть, два правши, он очень хорошо, этот тычок заходит, если мы говорим про корпус, солнечное сплетение. Для этого надо никаких действий, ничего. Ты просто берешь руку, тыкаешь в средней дистанции, в ближнем бою. Раз и все. А здесь это то же самое, зеркально, с левшой удар наносится в голову. Как раз вот именно на короткой дистанции, когда уже вам до печени тянуться далеко, можно ткнуть как раз вот в эту часть. Он очень неприятен, этот удар. Как раз подниму. Вот, вы оставите. Провоцируй его для правой руки, чтобы печень тянуться. Повел, повел, другая. Опять не снизу. Вот еще. У меня как идет? Он прямой или так? Да, он не прямой, не снизу. Вот как-то вот, прям вот отсюда. У тебя вот он, локоть на вниз направлен. Да, вот. Вот, да. А теперь вот оно. Мы держим же все равно. Так успеется где-то. А тут он прям заходит красиво. Передний. 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 Идешь, идешь, идешь. Опять. Передний. Вот. Вот, да. Вот. 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 Вот, 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 вот Субтитры сделал DimaTorzok